Радио Болтком Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас новая встреча с Владимиром Боговым, историком латвийским, краеведом, энтузиастом пропаганды изучения культуры, в том числе и русской. И нам этот человек известен просто как активный общественный деятель, но он вообще-то ученый, и он подготовил диссертацию, которая открывает такие малоисследованные страницы жизни нашей страны, когда она еще называлась Лифляндской губернией, вообще Лифляндии. И одну из таких главных ролей на этой территории играли оззейские немцы. Генерация людей, которые практически с Второй мировой войны вообще исчезли как таковые, растворились в прочем слое, наверное, немецкого народа по всем и разным территориям. Однако все-таки они тоже повлияли и на жизнь нашей страны уже в новое, в новейшее время. А сегодня мы поговорим о рубеже 19 и 20 века и на прямой связи по скайпу с нами Владимир Богов. Добрый день, Владимир Алексеевич. Добрый день. Итак, почему возникла тема диссертации, почему вы выбрали именно немцев, развитие различных слоев лифляндского общества той поры, и их взаимоотношения, и различные стратегии, которые реализовывали те или другие слои населения в эту пору? Ну, выбор так не дался легко, конечно, поскольку я видел, что творится вокруг. Здесь такие довольно сложные отношения между латышской общиной и русской. Как-то они все время в таком спорном моменте находятся. Ну, я начал разбираться. Как раз я в 2014 году поступил в Ярский государственный университет и как-то встал выбор темы научной работы. Ну, с научным руководителем начали думать, что меня больше всего привлекает. И вот как-то оказалось, что на фоне своей общественной деятельности я довольно много интересуюсь отношениями народов между собой на нашей территории. И вот как-то само по себе получилось, что мы остановились на межнациональных отношениях. И у меня накопился некоторый уже багаж знаний. Я уже делал некоторые публикации на эту тему и до моего поступления в университет. Ну, и вот таким образом сложился такой некоторый... Консенсус? Да, статей уже накопился, статей я начал отталкиваться от того, что вот уже появились какие-то у меня статьи. Начал их перебирать заново, как-то осмысливать по-новому. Я довольно много работал в Латвийском государственном архиве, начал там искать информацию. Ну вот, и так в конце концов у меня сложилось определенное представление, которое я изложил в своей диссертации. Ну, естественно, что можно сказать в первую очередь, каждое поколение, которое приходит на смену предыдущему, всегда считает, что раньше всегда было лучше отношения. Сегодня у нас такие плохие отношения, а вот раньше они были такие хорошие. И вот если прослеживать эту линейку вплоть до какого-нибудь там 10-го, 11-го века, то они все время практически остаются неизменными. Раньше было лучше, несмотря на советский период, там у нас было хорошо. Потом в советский период было хорошо, вот в период первой республики у нас очень хорошие были отношения. Потом в первой республике народу казалось, что вот в Российской империи там нами занимались, не было столько равнодушия, мы кому-то там были нужны. Но на самом деле, если разбираться так глобально в этой проблеме отношений народов на данной территории, то по сути здесь никогда никто никому не был нужен. То есть вот так абсолютно. Все были, каждый сам за себя, и в угоду каких-то политических, собственных или экономических мотивов нужно было кооперироваться с кем-то другим. Вот если заглянуть в тоже 19-й век, то посмотрим на статистику. Немецкая община на территории Липляндии составляла на тот момент, в конце 19-го века, 56 тысяч человек. Русская – 36 тысяч человек. Это при том, что население всей губернии составляло миллион двести человек. – Миллион двести тысяч. – Да, миллион двести тысяч. И вот половина вот этого остатка от 80 тысяч русских и немцев составляли латыши и эстонцы. И вот кто мог каким-то влиянием склонить на свою сторону такой обширный человеческий ресурс, как латыши и эстонцы, то, соответственно, приобретал какую-то уже преференцию в экономическом или политическом смысле. И именно эти количественные данные, несмотря на то, что это латышское и эстонское население было преимущественно низшего сословия, крестьяне были, то немцы составляли практически всю элитную верхушку политическую, здесь административную. Русские здесь были в меньшей мере представлены политически, на самом верхнем уровне. Там вот генерал-губернаторская в основном было руководство губернии. А всю административную элиту составляли как раз-таки немцы. И до, скажем, до XIX века, до середины XIX века, здесь никому и дела не было о том, что происходит на национальном уровне. Здесь немцы преследовали свои еще полученные некогда в средневековье привилегии, которые подтвердил еще Петр I. И были попытки пересмотреть эти привилегии. В конце XVIII Екатерина II пересматривала, что негоже иметь столько немцам преференции в данном крае. Нужно как-то включаться в общую канву законов и правил Российской империи. Но, тем не менее, эти немцы свои привилегии отстаивали очень опасно. И до конца XIX века они практически оставались действующими. Да еще вот при Первой Республике, можно сказать, что они составляли небольшую часть от того, что у них было еще в средневековье. Поскольку немецкие бароны, обладая свободным капиталом, имели здесь и банковскую систему свою, и производственную систему. В общем, они были достаточно хорошо вооружены против любых нападок. Здесь возникает много вопросов. Первый из них – это рубеж XIX века. Кто и каким образом помог формированию этого нового социального слоя в коренном населении, в эстонцах, в латышах? Каким образом люди смогли выбиться из своих социальных рамок и получить образование, получить какое-то положение в обществе и так далее? Кто им помогал? Или из-за того, что происходили процессы формирования капитализма, первая промышленная революция, которая требовала рабочих рук и так далее? И какие-то из людей выходили из крестьянского сословия, уходили в города и там могли, может быть, разбогатеть каким-то образом и уже тогда получить доступ к образованию. Что было движущим механизмом этого процесса в середине XIX века? Как у нас появились там Кришинес, Валдемар, Залунан, Кронболт и так далее? Ну, можно сказать, формирование латышского национального самосознания и эстонского – это такой побочный продукт враждования двух цивилизаций – Запада и Востока. До середины XIX века, как я говорил, уже никто не был заинтересован в том, чтобы развивать какой-то латышский национализм, самосознание. Абсолютно было с немецкой стороны подавление всего латышского. С 1822 года немцы начали переманивать латышей на свою сторону потихонечку. Издавалась специально для образованных латышей газета, которую читали в церквях, распространяли через церкви. При этом назывался «Латышский друг» газета, где полностью продвигалась идея того, что латышский крестьянин не должен покидать свои насиженные места. Он должен жить на одном месте, он должен подчиняться оборону своему и слушать то, что говорит церковь. Вот это была основная канва того, что латышскому крестьянину дозволено судьбой. Он должен работать и подчиняться своему хозяину. Все, больше от него ничего не требовалось. Как по Пушкину, справедливость самовластия, прелести кнута. Кнута. И вот произошедшая так называемая аграрная реформа. Как мы помним, в Лихляндии отменили крепостное право. В 1818 году. Это произошло достаточно рано на территории России. Если мы помним, освобождение крестьян в России произошло в 1861 году, а на территории Лихляндии в 1818. Это значительно раньше. Это была продвинутая идея немецким дворянством, живущим в Лихляндии. Зачем? Одну лишь цель. Получить больше экономическое влияние над крестьянами. По закону, тогдашним правилам, вся земля принадлежала баронам, дворянам немецким. А крестьянин имел право только ее обрабатывать на каких-то условиях с дворянами. После освобождения крепостного права в Лихляндии, крестьянин становился лично свободным. Он теперь был свободен от всего того, что у него прежде было. Он раньше знал, что у него... Он встал в страну, пошел обработал там эту землю, заплатил какие-то барщину или оброк своему говорянину. И так он из-за дня в день работал и мечтал, практически не мечтал ни о каком другом будущем. После освобождения он стал лично свободным. Теперь дворянин нанимал его на работу и платил ему какую-то там денежку. И за то, что он обрабатывал, он, соответственно, крестьянин должен был платить арендную плату за обрабатываемую землю. Такой получался некоторый двойственный обоюдный процесс. И при этом помещик мог свободно выбирать того, кто будет обрабатывать эту землю. С кем заключать договор, с кем не заключать. Таким образом, в собственность дворян поступило большое количество земли. А такое количество крестьян, которое раньше обрабатывало ее, там по статистике порядка 250 тысяч крестьян стали просто нищими. За 10 лет они перестали быть владельцами какой-либо вообще земли. И они высвободились как вообще рабочая сила. И эта большая сила в конце уже 50-х, когда пошла индустриализация региона, высвободились. И они, если раньше беглые крестьяне убегали в леса куда-то, там селились отдельными селениями, то теперь они стали востребованы в городах, как рабочий класс, уже пролетариат. И именно поэтому очень много обедневших крестьян перешли на городское поселение. И, соответственно, они были востребованы. Здесь началась индустриализация края. Здесь появилось в середине 50-х, уже в начале 60-х годов 19 века здесь появилась железная дорога. Началась резкая индустриализация, появился свободный капитал, который вкладывались в предприятия. Очень большое развитие края внесли старобряческие общины, поскольку они жили достаточно закрыто. Из 30 тысяч русского населения около 20 тысяч были староверы. И вот они жили своими закрытыми общинами, и в них начал появляться свободный капитал, который они вкладывали. Здесь начали появляться кожевенные заводы, бумажные заводы различного типа производственного предприятия. И, соответственно, пошла индустриализация края, которую нужно было поддерживать на должном уровне. В начале 20 века Рига стала практически третьим городом по значимости в Российской империи. Да, и по величине, и по промышленному потенциалу. Оборот городов составлял около 6 миллионов золотых рублей. Это практически сравнимо с Петербургом или Москвой. Так что здесь все очень было востребовано. И, кроме того, если говорить об образовании местного населения, то есть статистика конца 19 века, где говорит о том, что Российская империя в образовании местного населения, по сравнению с той же Псковской губернией, который находился буквально в верстах от Риги, получала в 66 раньше больше финансирования, чем в Псковской губернии вся. Влад, во сколько? В 66 раз. В 66? Да. Отлично. Отлично. И поэтому здесь есть о чем поразмышлять. Хорошо. Вы обрисовали интерес немецких помещиков, которые были, ну как сказать, сторонниками вот этой аграрной реформы. Они получили в результате в свое распоряжение наиболее способных крестьян. Очевидно, вот эти крестьяне, арендаторы земли, они и смогли накопить тот капитал, который сыграл роль вот в этом росте национального сознания, то есть через появление образованных людей. Это так? Или были еще какие-то субсидии со стороны государства, вот той самой Российской империи, которые помогали, ну может быть, талантливым детям каким-то образом получать стипендии и учиться за счет государства? Ну, нет, школы, если говоришь о школах, то школы были обязательными, кстати, и за прогул, прогул учениками школьного времени с родителя взимался штраф, там, по-моему, 5 копеек в день. Родитель, если ребенок не пришел в школу, родитель должен был оплатить штраф в местное самоуправление. Строго следил за том, чтобы дети посещали школу. И школы были достаточно такие, ну, очень много было церковно-приходских школ, но с течением того, что в городе стало очень много населения крестьянского, то для них начали открываться различного рода учебные заведения, в том числе и школы, средние, начальные, иначе открывались. И вот таким образом, когда человек уже выучился, он получал образование, если начальное образование до третьего класса шло на латышском языке, а впоследствии оно переходило на русский, это в конце 19 века мы говорим о ситуации, то вот он получал на русском, и он имел право поступить дальше в университет, если он оканчивал гимназию. Ну и соответственно, если в конце 19 века образование все было высшее на немецком языке, и только с 1896-го политехнический университет и институт переводят на русский язык. Так все образование высшее было в Дерпте, то есть в Тарту, и Риге было на немецком языке, а если где-то оканчивал школу на русском языке, то соответственно должен был искать место, где учиться на русском. Ну выбирали Питер, Казань, тот же Валдемар, он учился в Фонтербурге, и он состоял в некоторых ученых организациях, которые вот, например, российское историческое общество поддерживало его начинание, и если говорить, вот все рижане знают, наверное, Рижский этнографический музей, то это детище такое Рижского латышского общества, которое в начале 1890-х годов по заданию российского археологического общества начало собирать информацию о самобытности латышей, их материальное наследие и нематериальное наследие, и за несколько лет было собрано порядка, ну, трех тысяч каких-то экспонатов. Они все складывались в Дании Рижского латышского общества на Меркеля, то, что мы сейчас знаем. Оно было раньше поменьше, до 1908 года оно занимало там два этажа, но в 1908 году оно сгорело, то, что мы видим сегодня, это же перестроенное здание, но тем не менее они занимались сбором этой информации. И в 1896 году в Риге проходила 10-я археологическая конференция, где и был представлен тот обширный материал, собранный на местности, на территории современной Латвии, в Курляндии. Там были даже привезены дома. Эта выставка проходила там, где сегодня расположен Латвийский национальный театр, там раньше был пустырь, и вот на территории этого пустыря была организована первая выставка, где можно было ознакомиться вообще с латышским бытом. Очень интересно. Сейчас мы сделаем перерыв буквально на пару минут. Не переключайтесь, у нас на прямой связи по скайпу историк Влад Богов, и он рассказывает о взаимоотношениях различных слоев латвийского общества в Лифлянской губернии на рубеже 19-го и 20-го веков. Это очень интересно. Возвращайтесь, и будем принимать также ваши звонки по телефону в студии. Продолжение следует... Радио Болткома Продолжение следует... 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 как в реальности происходило. То есть мы сейчас имеем дело с некой такой идеологизацией истории. То есть ее как бы все время поворачиваются в какую-то сторону и пытаются изобразить события в пользу той или иной концепции, существующей в трактовке этих событий. И сегодня о XIX веке говорят как о времени русификации, но естественно, что это преподносится со знаком минус. А что это было на самом деле? Было ли это лишением людей их корней или же наоборот стремлением каким-то образом открытием горизонта найти себе применение за рамками родного хутора? Ну, вот надо сразу понять, что такое русификация. Это под этим подразумевается приведение всех директив, резолюции, законов в соответствии с тем, что происходит вообще на территории Российской империи. То есть если мы говорим о Прибалтике, в частности Лифляндии, то на момент XIX века, до середины XIX века, здесь шли параллельно два законодательства. Одно касаемо Российской империи, вот то, что обязательно для всех, а второе, это средневековые немецкие традиции, которые закреплены еще были в каких-то папских актах, в каких-то приезжениях императора, в каком-нибудь качестве, кайзера Германии, еще кого-нибудь. Местное чиновничество напридумывало множество своих нормативных актов, и вот они все действовали, и вся эта такая законодательная каша, она мешала реальному развитию региона. Проблема в том, что немцы здесь, будучи основной движущей политической силой на этой территории, они никогда не имели первого лица здесь, который вышел бы с первой идеей, вот мы здесь наша родина, вот здесь наша родина, и значит, мы здесь самые главные. Никогда такого не было на территории Лифлендии. Немецкого лидера не было признанного? Нет, они были всегда вторичны, то есть, либо мы подчинялись папе Римскому, либо немецкому кайзеру, либо еще королю Польши, королю Швеции. Здесь были его какие-нибудь наместники. Также, касается Российской империи, здесь был генерал-губернатор, который отвечал за то, что происходит. А эта территория никогда не выделяла из себя такую личность, которая бы сказала, вот мы теперь сами по себе будем, мы можем получить независимость, и мы будем распоряжаться тем, что у нас есть сами. Никогда такого не было на территории Лифлендии. Хорошо, у нас есть звонок, давайте послушаем, что хотят у нас узнать. Доброе утро. Доброе, да. А вот у меня вопрос. К чем объяснить, что вот, ну, я не знаю, как в Эстонии, я не очень хорошо историю знаю, в Латвии, в Латвии в основном как-то крестьяне были на земле, все. В Литве ведь, смотрите, в Виллесе университет литовский, очень большой, там церкви они сами строили, а здесь почему-то то немцы все делали, строили, то русские, то шведы. Чем вот объяснить, или менталитет у латвийского народа такой, или они очень терпеливые. Спасибо. Понятно, спасибо. Я бы могла, конечно, выдвинуть свою версию, но давайте послушаем историка. Ну, эта версия уже тут, на это обращали не один человек, это уже было интересным еще и с середины 19 века, и некоторые объяснения есть этому того, что кроется это в традициях, в местных традициях. Самая большая, такой социальный кластер, который организовали латыши, это была семья. И вот, исходя из того, что у них есть на протяжении долгого времени такой семейные традиции, не способны создать нечто большее, чем роды племенные отношения, ну, вот это как-то сокрылось в традиции. В культурном наследии вот этого народа, этноста как такового, вот если посмотрим на 13 век, то, смотрите, если пришедшие сюда немцы и русские в 13 веке, они были уже такими массивами, со сложившейся экономической, политической моделью отношений. То есть, если немцы пришли сюда, после этого уже организовался Гонзейский союз, который торговал на 200 с лишним городов. У русских уже были свои государственные образования, которые имели достаточно серьезное влияние на соседей и на самих себя. Латыши жили все еще такими родоплеменными отношениями, где были старейшины, которые... Ну, не латыши тогда еще были, а это же тоже были разнрозненные племена, ливы, там, селы, латгалы и так далее. То есть, нельзя говорить о том, что в 13 веке эти колонизаторы немецкие имели дело именно с латышами, как мы теперь понимаем. Искусственный термин, я тоже разбирался, что откуда произошли термины латыши, это такой искусственный термин, называние местных балтийских племен, которые в ходе истории потеряли свою этническую идентификацию. Вот мы говорим о селах или латгалах. Но немецкому дворянину или пастору, который пришел с запада, ему было вообще все равно, кто перед ним, или латыши, или, ну, вернее, латгал, или... Или курш, да. В своем описании, когда он писал какую-нибудь хронику, он описывал, вот, здесь были лэтты, там, лэтты. И потом это лэтты постепенно трансформировалось в латыши, и это примерно процесс пошел с 17 века, как отслеживают историки. Поэтому о латышах, как такой унифицированный название, ну, унифицированное название, мы можем говорить, что это 17 века. Вот до этого мы говорим, как представители разных этнических племен. Ну, я бы здесь еще добавила, что на самом деле, ну, вот, Вильнюсский университет и упоминание литовцев, современных в соотношении с Литвой, как племенами, которые вот в том, в 13 веке очень сильно досаждали и русским, и леттам, и эстам, и, в общем, они тут куролесили по всей территории, а их основное занятие было, конечно, грабеж. Так вот, и эти племена с нынешними литовцами имеют мало общего, так же, как Великое княжество литовское имеет мало общего с современными литовцами, поскольку это все-таки западнославянское такое образование, которое, ну, исходит корнями как раз из той системы отношений, о которой Влад вот только что сказал, которое сформировалось уже к 13 веку в том числе и на этих западно-русских землях. Ну, мы сейчас немножко ушли в глубокую историю, а я бы хотела вернуться к Лифляндии и вот к русификации. И так, один из первых моментов, ну, так называемой русификации, это была унификация законодательства. Что было еще в этом процессе? Ну, очень большую роль сыграли здесь события 1862 года. Я напомню, что тогда очень широко празднуло тысячелетие образования как таковой Руси. И местное общество воспрямо под этой идеей. Ну, надо сказать, что еще параллельно к этому в Европе шли такие процессы образования национальных государств. Германия или Италия, появилась республика, становилась Франция. Появились национальные государства. И то есть уже национальная идея как таковая была сформирована, и она достаточно широко гуляла по всему миру. И вот идея о том, что вот Россия тоже национальное государство должно быть, оно тоже имело место быть. и события празднования широкие десятилетия образования Руси здесь, в Лифляндии, тоже были. После того, как прошли все эти мероприятия празднования, в Риге образовалось общество, русское общество, которое вознамерилось открывать школы, образовывать культурные, какие-то культурные сообщества. Газета была организована в 1869. В 1867 году появилась гимназия русская, Александровская гимназия, позже еще Ломоносовская гимназия женская открылась. В общем, появилось русское общество улей. Масса всего, всего того, что необходимо было для того, что русский человек чувствовал себя внутри этой Российской империи, а не где-то на окраине западных губерний. Потому что здесь все было немецкое. Я на документах нашел такой некоторый казус. Вообще, с чего, как проникла наверха идея русификации региона. В 1852 году губернатор Искляндии отправил императору Николаю Первому отчет о положении дел в его уверенной губернии Искляндии. И через некоторое время к губернатору Искляндии приходит ответ, резолюция на его отчете. император нашел очень много ошибок в русском языке. И было две надписи. Либо губернатор очень плохо справляется со своими обязанностями и не может их изложить на бумаге, либо он своими грамматическими ошибками выказывает неуважение императору России. Просто анекдот какой-то. Да, вот такой исторический анекдот, но тем не менее он зафиксирован в документах и после этого образуется на территории Прибалтики образуется статистическая комиссия, которая начинает изучать сколько в губернии чиновников владеющих русских языков, сколько ведется документов на русском или немецком языках. И через некоторое время, через пару лет они собрали все данные и оказалось, что две трети всех чиновников и документов ведется на немецком языке. И с тех пор было как-то содействовать более внедрению русского языка сюда в чиновничную среду. И таким образом через некоторое время начали появляться указы о том, что необходимо документацию ввести на русском языке, особенно ту, которую пересылают в империю, переписка с министерствами, переписка с императором. Вот такой коричный анекдот положил в акции. Так, у нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Здравствуйте. Ну, все вы красиво рассказываете, ностальгируете, что было. Меня лично это не волнует. Меня волнует, что будет. Вот. Вузы даже частные нельзя на русском языке. Это вообще маразм какой-то. Единственный выход, я вижу, больше рожать. Чтобы люди больше рожали детей, иначе нас тут в пыли латыши превратят. Ой, ладно, спасибо. Ну, все-таки мы, у нас передача такая об истории немножко, а не о политике, поэтому мы не будем сейчас в политику углубляться, но я думаю, что то, о чем сегодня нам рассказывает Владимир Богов, оно на самом деле расширяет кругозор людей, потому что мы переходим из плоскости каких-то политизированных дискуссий все-таки в плоскость объективных фактов. И когда человек и большое количество людей узнают эти объективные факты, у них все-таки немножко меняется и мировоззрение, в том числе и политическое, и понимание какой-то своей роли, своего культурного кода и так далее. Поэтому я думаю, что такие вещи необходимо делать, и то, что Влад до сих пор делал, и выставки проводил, и различные статьи публиковал по темам истории. Это очень важная работа, я считаю, что ее нужно только популяризировать, а никоим образом не переводить в какую-то иную плоскость. Давайте еще послушаем звонок. Добрый день, говорите. Добрый день, а скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, вот взаимоотношения нации, национальности, это же было как главная тема передачи, вот если убрать в сторону 21 век вообще, сейчас лучше, хуже русских зверя нету, вот взять взаимоотношения латышей вот с немцами, со шведами, с русскими в досоветский период, вот какая-то специфика вот этих взаимоотношений, вот как бы вы ну ее могли отметить вот именно в отношениях, в разнице отношений к русским, к немцам, к латышам, ну вы поняли меня, да? Спасибо большое. Ну я думаю, что здесь не было какой-то единой линии, это все очень было изменчиво. Я права, Влад? Ну в зависимости от, конечно, очень много влияла экономическая ситуация. Если было человеку выгодно экономически стать немцем, то он становился немцем. Если ему экономически было становиться русским, он чачески искал, как ему стать русским. В конце 19 века, скажем, быть латышом было даже зазорно. И некоторые более или менее разбогатевшие крестьяне всеми силами пытались показать, что они немцы. Вот они принадлежат уже к такому высшему сословию. Это ему никаких преференций не давало, то, что он знает немецкий, он там не общается на латышском, но он никаких преференций не давал. Но тем не менее среди своих он становился уже на ступеньку выше. вот он не такой, как все другие, и значит он выше их по социальному уровню. Такие тоже случаи были. В обратную сторону я не читал, что хорошо будет стать русским, чтобы такого я не встречал в документах. То есть все-таки немецкое сообщество было более престижным что ли в то время? Ну да, потому что они содержали практически вся экономическая власть была сосредоточена в руках немцев. Если политическая власть была в руках русских, чтобы стать каким-то чиновником, то соответственно нужно было иметь образование. Но образование опять же все на немецком, и как только он вступал в немецкую среду, то соответственно он мог уже и менять свои взгляды в соответствующую сторону. Хорошо, а вот этот подспудный конфликт между крестьянской массой и помещиками, который вот буквально взорвался в 1905 году, ведь размах революции в Лифлянской губернии был просто очень большим, буквально убытки, которые были нанесены вот этому немецкому рыцарству, исчислялись, если мне память не изменяет, 12 миллионов золотых рублей. То есть это огромная сумма, и действительно был нанесен огромный удар вот этому слою общества, и после этого удара немецкая община как бы разделилась, да, одна стала смотреть в сторону Петербурга и позиционировать себя как опора власти, а другая стала смотреть в сторону Германии и думать о том, чтобы каким-то образом примкнуть к Фатерланду и так далее. Ну да, в середине 19 века появились такие идеи о том, чтобы с кем мы, такой вопрос поставили немцы или к России или автономное немецкое образование государственное, и вот практически вся немецкая община была построена на тезисе самовыживания, то есть они не принадлежали продукт ненависти ко всем, это был такой чисто продукт внутреннего потребления Лифтянской губернии. Все, что касалось взаимоотношений с метрополией, с Петербургом, то это преподносилось как высшая преданность российской короне. Все на словах они были за полностью за Россию, как они возвращались в Лифтяндию, то здесь они были против всех, против самих себя, практически каждый сам за себя здесь выживал, и естественно им нужно было думать о своем экономическом благополучии, и здесь была достаточно большая конкуренция, и расширять свои жизненные пространства можно было только за счет крестьян, поэтому законы были абсолютно все направлены на то, чтобы обобрать крестьянина. даже после того, как вышел закон, аграрный закон о наделении крестьян землей, выкупе, то, что крестьянин мог выкупить землю дворянина, бывшего хозяина, немцы организовали некоторую такую, можно сказать, экономическую махинацию, они организовали два банка, в котором крестьянин мог взять не больше половины, то есть какой-то процент он брал в одном банке и часть в каком-то другом, и в одном из этих банков были менее выгодные условия с таким расчетом, что крестьянин не сможет заплатить, и у него заберут его залоговую землю, и таким образом практически несколько десятков тысяч домохозяйств были просто пущены по миру, так что там было на что надеяться, и вот в конце 19-го и в начале 20-го века здесь появилось такое отделение социал-демократической партии латышского края, и если вы помните лозунги, то было очень много безземельных крестьян, как раз ставку ЛСДРП сделало ставку на безземельных крестьян из Лифляндии, которых было очень много, потому что они были пущены по миру своим бывшим хозяинам. Так был зуб на немцев, конечно, очень большой, и еще с начала 19-го века немцы только и думали, как бы обобрать своего нищего крестьянина. Ну, это, наверное, капиталистические такие особенности развития этой системы общественных отношений, экономических отношений, которые, в общем-то, так или иначе приводят к некой монополизации, к укрупнению. Естественно, что когда вы укрупняете какое-то хозяйство, то вы делаете это за счет более слабых, а эти более слабые, ну, они либо выбрасываются из данной сферы хозяйства, либо находят себе какое-то другое применение. И это, наверное, объясняет тот градус ненависти, который возник в 1905 году у крестьян по отношению к немецким феодалам, помещикам, и последующие события, в которых мы уже сейчас разбираться не будем, потому что мы сегодня начали только разбирать тему взаимоотношений между различными слоями Лифлянского общества на рубеже 19-го и 20-го веков. На прямой связи по скайпу у нас был историк Владимир Богов, который пишет об этом диссертацию. Спасибо слушателям за участие в передаче «За звонки». Через пару дней эта программа будет размещена на Ютьюбе, вы сможете ее еще раз просмотреть. У микрофона сегодня работала Людмила Прибыльская, автор и ведущая, и звукорежиссер студии Евгений Копеин. Всего доброго, до следующей встречи.